Сахар, мука, молоко, масло, макароны, консервы. Продукты первой необходимости получают дети, которые питаются в школах бесплатно. Соответствующая мера предусмотрена в указе губернатора об введении режима повышенной готовности. На днях продуктовые наборы начали выдавать в 40-м лицее. Первой в очереди – начальная школа. У нас разработан соответствующий график. Вот сегодня первый день такой выдачи. Сегодня наборы получают родители начальной школы, первых и четвертых классов. Я вот сейчас уже заметила по первым посетителям, получателям продуктовых наборов, что родители в масках, у некоторых бахилы. То есть отрадно наблюдать, что и родители соблюдают соответствующие меры гигиены. А посещение школы четко регламентировано для всех. Обязательная обработка рук антисептиком, измерение температуры. После получения набора получателя выводят через другой выход, чтобы как можно меньше контактировать с другими людьми. Да и перед заходом в школу родители соблюдают дистанцию. Мама троих школьников Наталья составом сухпайка осталась довольна. У меня трое детей, трое школьников. Сейчас они находятся дома в режиме самоизоляции. И сейчас очень эта поддержка продуктовая очень нужна, важна. И очень хорошо, что руководство области, города понимает такие простые и нужные для нас вещи. Всего помощь получит больше 23 тысяч школьников области. В каждом районе области утвержден свой состав сухпайка. Он будет включать продукты, рекомендуемые Роспотребнадзором. А продуктовый набор будет соответствовать тому денежному нормативу на одного ребенка, который был определен в муниципалитете. Анна Тищенко, Новости Управды ТВ.